Эээ, в смысле? Здравствуйте, Настя Парашютка снова на связи и Биба и Боба. Бима и Борджа, семейство на приколе, их недостроенный дом и челлендж А вам слабо и его странное задание. Ты где? У нас тут с самого начала небольшие технические шоколадки. Вообще, предыдущий день закончился тем, что на нашу замечательную Биму наорала вот эта вот отвратительная женщина, Дженни Лхо. Мне кажется, разработчики немножко перепутали расположение букв. Я думаю, сегодня, после работы, мы наведаемся в гости. Или перед работой. В любом случае, это MTV-программа по домам. Всем спать. Борджа, милый, это подарок для тебя. Пожалуйста, радуйся, занимайся творчеством. Мы тебя тоже берем в гости. У нас сегодня будет очень насыщенный день. А что это одиночество? У тебя тут сестра постоянно под боком, а ты одиночество чувствуешь. Короче говоря, я так и не придумала, что делать с этими духами. Книжка упала. Я так и не придумала, что делать с этими духами. Возможно, я их все-таки буду продавать. Но я попробую все-таки парочку сдать в научный институт. Чтобы посмотреть, что там да как. Нужно купить фруктов, они у нас закончились. О, это так мило, вы умеете не ругаться. Так, подойди к своему братишке, скажи, что у нас сегодня замечательная задача. Сходить в гости. Поболтайте друг с другом, обсудите план. И выдвигаемся. Выдвигаемся, конечно же, к замечательной семье лох. То есть лох, конечно же. Да, я хотела сказать, я всем забыла об этом упомянуть в первой части. Я отключила этим додикам старение. Я отключила им старение, потому что у нас полно совершенно других дел. Это и достройка дома, и приведение его в адекватный вид. То есть я не собираюсь устраивать какие-то там династии, еще что-то. Нет, абсолютно. Мы будем заниматься отстройкой дома. И как-то рожать детей. Варить борщи в наши планы немножко не входит. Итак, новый день, новая денежка. Ой, какие хоромы. Хоромы. Боже мой. Вот и духи прямо на огороде. Ну-ка, что тут у нас есть? Паприка, паприка, салат, лаймы. А есть арбузы? Так хочется арбуз. Краденый. Но арбузов нет. Так, Борджу уже устроил свой концерт. Что это за дама такая интересная? Короче, прямо сейчас, я думаю, вы поняли, мы в гости наведаться не сможем. В конце концов, работа. Всех работа, все заняты. Но, как только смена закончится, мы отправимся в гости. Ну, я правильно поняла, что украсть здесь особо нечего. Как бы я не хотела арбуза, у них его нет, к сожалению. Ну, давай тогда духов ловить. Какая довольная. Видимо, работать оказалось не так страшно. Какой мужчина интересный. Да что ты там лошадей увидела? Забей на лошадей. Тут как... О! А что ты под одеяло сразу спрятался? О, боже мой. Что значит сережка? Если сережка в правом мухе, как у него, это значит, что он за свою девушку порвет. Если бы была в левом мухе, то уже был бы другой разговор. Бима, как насчет того, чтобы пообщаться с этим интересным мужчиной? Как ты на это смотришь? Я тебя заставлю его разбудить. Смотри, он даже проснулся. Давай, давай, давай. Он убегает. Стой! Стоять! Он убегает. Иди. Твой наряд просто идеален. Главное, быть уверенной в себе. Он не устоит. Все, вылезай из кустов. Пообщайся, смотри. Все! Все отлично. Кажется... Кажется, это судьба. Если верить сережке в правом ухе, это значит, что за свою девушку он порвет. Так что вперед. Может быть, ты расскажешь пару забавных историй со своей работы, на которой ты работаешь второй день. Он поймет, что ты, дама, серьезная, ответственная. И сделает тебе хорошие выводы. Видимо, ты довольна новым знакомством. Ладно, не забывай о работе. Нам еще нужно работать. Пусть он видит, что ты, в первую очередь, храбрая духобойка. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, видишь? Отлично. Он о тебе думает. Он о тебе думает. Он уже поражен. Боржо, как дела? Как настроение? Как насчет того, чтобы попрактиковаться в рисовании? Кстати, передай все-таки подарок сестрюне. Ну что, попытки не пытка? Бима, детка, мы совсем забыли про фотографии. Мы совсем забыли о том, что нужно фотографировать. А это, между прочим, это ограничение на эту неделю. Нужно делать много фотографий. Сфоткай этого красавчика. Запомнишь, как он выглядит? Смотри, смотри. Он так поражен тобой. Все, мы тебя запомнили. Улыбочку. Ты не забывай обо мне, мы еще придем. До свидания. Собрать награды за услуги. Пойдем. Я не знаю, за что нас могут пока что наградить, потому что все, что мы успели сделать, это собрать пару сущностей в виде гномика. Мы получили повышение. Специалист по полтергейсту. На чердаке скрипят половицы. На кухне дребезжат сковородки. За окнами дико забывает ветер. И так каждую ночь. Жильцы дома доведены до отчаяния. Изгоните расшалившихся призраков. Или хотя бы убедите жильцов, что во всех этих звуках нет ничего сверхъестественного. Но мы же за это получим деньги. Приветствую Бима на приколе. Весь город говорит о ваших успехах в охоте за привидениями. Однако странное все-таки у вас занятие, не находите? Как бы то ни было от имени города Хидден Спринг, вам поручается жуткая награда. Примите мое поздравление. Жуткая награда? Мне что, подарили Дженни Лхо? Да прям никакая она не жуткая. Чего вы? Ты уверен, что у тебя получится? Погладить енота. Ну-ка. Давай, так его. Божечки. У меня появилась немножко хулиганская мысль. Я не могу его добавить в семью. То есть у нас даже енота украсть не получится. Просыпайся. С добрым утром. По сути, продажа духов через багаж и через научный институт ничем не отличается. Хотя я думала, что в научном институте мы их будем жертвовать безвозмездно, то есть даром. Нет, они платят. И платят столько же, сколько если бы я продавала все через багаж. Попробуем. Может быть, они благодаря нам сделать какое-то открытие? Караулю этот хэппи хаус. Пытаемся подружиться с енотом. День первый. Мне нравится то, с каким восторгом он за ним наблюдает. Погоди, погоди, погоди. Мы же совсем забыли про фотки. И вчера мы ничего не отсняли. Давай-ка. Что я хотела Биму отправить в гости к прекрасному семейству лох, но их постоянно нет дома. Да что такое? Где этот Дженни лох? Где Дженни лох? Я... Поехали. Быстро, быстро. Прям да, вот в этом засранном костюме. Вперед. Чтобы она точно нас вспомнила. Она уже ушла? Отвратительное отношение к обслуживающему персоналу. Ну, что поделать? Тогда едем. Нет, не домой. Работать. Денежка все-таки зарабатывается. Все, выезжаем. Ловим сущностей. Делаем фотографии. Стандартная проторенная дорожка. Здравствуйте. И брательник уже подъехал. Я не знаю, зачем он здесь, но... Как насчет того, чтобы подарить миру свое замечательное творчество? Ну, правильно. Духов мы вам изгнали. А в подарок предложили небольшую роспись стены. И... Сексуального мужчины в трусах. Который испугался... Хикуса. Куда, куда, куда стоять? Давай рисуй. Драка с тумбочкой. Сбежал в ужасе просто. Ох, зря я тут полез. Ну ладно, сбежал и сбежал. Че выгнить-то? Мы тогда продолжим свою работу. А ты, если не хочешь устраивать приколы вместе со своей сестрой, ну и езжай. Поиграй на гитаре. Пока Бима деньги зарабатывает. Я не понимаю, почему именно мебель сбунтовалась? Выслушать жалобу? Встретились два гения. Жалуются другому носу. Так, ты нас отвлекаешь. У нас важная миссия. Подраться с твоей мебелью. Я надеюсь, ты не против. Паранормальное расследование? То есть она сейчас в кроличью нору пойдет? Вперед. Не выдержал встречи с подсосторонним и решил играть на гитаре в лесу. Или где ты? Напротив кладбища, серьезно? Слушай, раз уж ты все равно напротив кладбища, то как насчет того, чтобы поискать для нас что-нибудь интересное? Давай, давай. Пойдем. Я понимаю, ты и так в ужасе. Но никогда не поздно ухудшить свое состояние. Или это не так работает? Внутри происходит что-то чудовищное. Поторопитесь и наведите подрядок. Борджи переживает ужасные моменты. Звуки, доносящиеся с глубин, способны до смерти напугать кого угодно. Борджи не скоро придет в себя и сможет рассказать о своих заключениях. То есть ты вообще ничего не нашел, да? Я люблю тебя. Ну, в принципе, если тебе нормально, можешь оставаться здесь. Так. Одно дело прятаться на кладбище, надеясь увидеть заблудшее привидение. И совсем другое в одиночку отправиться в мрачное здание и нос к носу столкнуться со злобным полтергейстом. Власти высоко ценят ваши успехи по избавлению зданий города Хидден Спринг от потусторонних гостей. Загляните в ратушу, где вас ждет медаль за победу над духами. Ничего себе. Едем домой отсыпаться. Я-то надеялась, что мы сегодня сможем отправиться в гости. Что-то как-то не срослось. Зато завтра, завтра мы будем просто обязаны встретиться с моей любимой Дженни. В конце-то концов, сколько можно от меня бегать? От судьбы не уйдешь, моя дорогая. Зайчик, ты простудился. Господи, как же я тебя загоняла. Иди помойся. Так, что там у нас по духам? А стоимость-то этих додиков растет. Что у нас есть? У нас есть добрый дух, дружелюбный дух. Я не знаю, чем они отличаются. Испуганный, потерянный. ревнивый. Короче говоря, пять кесов с ее заработком мы сможем добить довольно быстро. И как только мы добьем эти пять кесов, можно будет поставить куда-нибудь санузел. Либо сюда, либо сюда. условное то самое проведение воды. Но вот эту вот будку я убирать не хочу. Она мне слишком нравится. Как прекрасно. А, даже так? Помочь следствию. След по делу пропавшей золотой ламы становится холодным. местная полиция и вправду могла бы воспользоваться помощью вашего персонажа. А при чем тут она? Женщина с пылесосом. Как вам поможет? Только медиум сможет провести анализ места преступления и раскрыть личность вдохновителя преступления. Так ты медиум? Господи, Бимон, чего я еще о тебе не знаю? Требование отправиться в полицейский участок и предложите свои услуги медиума. Что ж, если нам за это дадут деньги, то я только за. Боржо, ты хочешь посетить кладбище? Ты же еще недавно был в ужасе. Зов потустороннего не оставляет ту семейку. А то что-то снова спать легла. Я думала, ты выспалась. Нет? Как знаешь. Дорогая Дженни. О-о-о-о! А Дженни нет. Так ее, буди, давай! Громче! Я думала, она проснется. мне кажется, Дженни просто скрывается. Она слишком напугана, поэтому она просто не хочет появляться у себя дома, зная, с кем она связалась. Ты опять сломала туалет! Я не понимаю, может быть, у тебя там с ним какие-то личные счеты? что с тобой не так? Ты в курсе, что тебе придется его чинить самостоятельно? У тебя есть совесть? Не уходи от ответа! Слушай, если ты достиг пятого уровня в навыке игры на гитаре, я предлагаю тебе сходить в книжный магазин и купить пару песен. Вперед! Давай! Бестолочь! Олька, можно где ты прячешься? А ну иди домой! Отлично, Бима все-таки смогла починить их сральник. Я тебя поздравляю, моя дорогая. Да! И знаешь что? Это значит, что мы сейчас поедем в ратушу и получим медаль. Не за починку сральника, конечно, но тем не менее. Давай, иди забирай свою медальку шоколадную. Наконец-то у вас будет еда. И потом пойдем в гости. Если эта сволочь когда-нибудь вернется! Дорогой мой, не забывай про фотографии. Не надо так кричать. Ну сфоткала я тебя без разрешения. Зачем так психовать? О, вот это вид. Так, олень. О, сестричка бежит. Не умирай, пожалуйста. Добрый день, Бима. В последнее время я часто слышу ваше имя. Похоже, ваша карьера охотника за привидениями идет в гору. Видимо, бегать с пылесосом по городу и вправду очень прибыльно. Горожане очень благодарны вам за избавление жилищ от призраков. От имени города Хидден Спринг вам вручается медаль за победу над духами. Надеюсь, та почетная награда будет отлично смотреться на вашей стене. Кроме того, вам полагается красивая медаль. Так, сфоткай, сфоткай сестру у меня. Давай, сфотографируй. Впервые чего-то добилась. Чего кислая это такая? Еще разок. Вот так, вот так. О! Победная пробежка, давай. Уж это молодежь жить не может без телефонов. Ты далеко не убегай, куда ты? Ну, я попросила сделать тебя это для фотографии, чего ты убежала? возвращайся. Опа. О боже! Ты так замаскировался, я тебя даже не заметила. Слушай, слушай, я понимаю, это, конечно, не очень честно, но... Я не удержалась. Черт. А вот об этом я не подумала. Так, я забыла о самом главном. Но, в принципе, могла и не вспоминать. Да, я поняла. Черт, я надеялась, что сегодняшний день, выходной день, я потрачу на посещение дорогой подруги. Ее нет. Она просто отсутствует. Она пропала. Очень странно, я не добавляла ему никакой черты любви к природе, любви к кошкам, еще кому-то. Но, тем не менее, он почему-то просто тащится от всей этой живности, поэтому, я думаю, он будет счастлив. Он уже счастлив, если заведет вот такого маленького друга. О, боже мой. Отправила Биму к обзорной площадке, чтобы она снова смотрела в телескоп и прокачивала логику. Возможно, именно благодаря логике мы сможем понять, где прячется Дженни и все-таки напроситься в гости. Ну и раз уж у нас появились деньги, то предлагаю поставить что-нибудь для кошки. Я понимаю, мы не должны были эту кошку брать себе и все такое, но я хочу кошку. Кошачьи хоромы в принципе точно такие же, как хоромы брата с сестрой. О, ну и естественно. Награда самой смелой девочки в городе. Это что, перевернутая звезда? Что там у них за совет города такой? Господи, бедный ребенок сейчас через весь город будет бежать. Правильно, правильно взяли. Правильно, правильно взяли кошку такие, типа, ну ты живешь с нами и ушли за 3-9 земель. Так это получается мы не одну кошку взяли. У нее вот целый звериниц на спине сидит. Вот это у них компания, конечно. Вот это жизнь. Да, живем мы конечно в развалюхе, но только посмотри на этот вид. Восхитительное место. Еще бы Дженни не пропадала. Было бы вообще славно. Гронк! О, мы все-таки идем в гости! Боже, дорогой, просыпайся. Мы идем в гости. Ну что, ты взволнована? Ну, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Забор покрасывайте. Куда поднимаетесь? Привет, Дженни. Привет, моя хорошая. Бима узнает, что Дженни владеет несметными богатствами. недолго. Давай попробуем все-таки наладить отношения. Понятно. Я тебя поняла, дорогая. Давай что-ли осмотрим домик? Заценим. Ой, как хорошо тут у вас. и беговая дорожка, и самая дорогая кровать. Ты посмотри только. И есть возможность говниться на простых работяг. Дженни, ты понимаешь, что у тебя теперь нет возможности как-то оправдать себя? Мы подарим им свое замечательное искусство. Борж, дорогой, ты в курсе, что эти зажавшиеся сволочи говорили твоей сестре? но мы люди благородные, мы люди искусства. Поэтому на грубость мы будем отвечать вандализмом. Давай, Бима, отвлекай ее, отвлекай, отвлекай, видишь? Сделай вид, что ты поражена ее вкусом. Беседа не клеится, да? Дружба завязывается, но это ненадолго. давай. Да, он прекрасен. Я понимаю, мы прямо сейчас делаем настоящие вещдольки против самих себя, но это того стоит. Что ж, я думаю, они оценят. Дженни, а ты где? А, ты уже уходишь. Ну, ничего страшного. Так даже лучше. Отлично. Взрывного настроения вам, ребята. Ничего страшного, ничего страшного. У нас есть еще два. Впрочем, ладно. что вы за придурки такие? даже пожар устроить не можете. это была самая бездарная месть. Два тебе, Бима. Один Борджу все спасает. Ну, что ж. В любом случае, предлагаю поделиться с ними еще кусочком твоей души, кусочком твоего искусства. Ты очень талантливый и творческий молодой человек. И кажется, ты завис. Эй, ну, ладно. Бима, как ты себя чувствуешь? Ты даже отомстить нормально не можешь. Ладно, все, иди. Хрен с тобой. Ты нормальный? Борджу. Борджу. Видимо, он решил подарить этому миру целую скульптуру. Себя. Ну, ладно, стой, пока раскидываешься блохами. А где стоять? А кошка-то где? В смысле? Что произошло? Борджу. Борджу. Эта игра сломалась. Ладно. Отомри, дорогой. Кошка куда-то пропала. Я не знаю, что с этим делать. Она вроде как есть вот тут вот. Господи, что за лохи? Отомстить не могут. Кошку себе взять не могут. Ничего не могут. Только блохами заразился и все. Она хочет устроить феерический фейерверк. Бима, у тебя это не вышло. Три раза не вышло. Да, я тоже расстроена. Еще и музыка зависла. что творится, а? Так, я все починила. Оказывается, это какое-то желание у нее заело. Не желание, а цель. Ну, ничего страшного. На этом, я думаю, будем заканчивать. Уже светлеет на улице, так что пора. Сегодня день, конечно, был насыщенный. И мужчина интересный у нас нашелся. И кошка нашлась. Потом, правда, сразу же потерялась, но я думаю, мы это как-нибудь в следующей серии постараемся исправить. Борджи подцепил плохо, но я думаю, он стал настоящим панком. К Дженни, я думаю, мы еще вернемся, мы просто обязаны устроить там пожар, так что мы еще встретимся в период конос. На этом все. Большое спасибо, что смотрели. Большое спасибо, что досмотрели до конца. С вами были Семейство наприколи, Челлендж А вам слабо и Настя Парашютка. Всем удачи. Ну и пока. Субтитры сделал DimaTorzok